Здравствуйте! Шалом! Сегодня 12 сентября 2020 года и вы послушаете новости на легком иврите. Это будут новости первого уровня сложности. На нашем канале мы будем транслировать новости 10 уровней сложности. Первый самый простой и десятый соответственно самый сложный. Я хочу напомнить вам, что под каждым видео вы сможете найти ссылку, по которой попадете на каталог видео уроков. И при помощи этого каталога вы разберетесь, найдете материалы, которые вам нужны, которые соответствуют вашим запросам и вашему уровню. Я сначала прочитаю текст новостей. Так как это первый уровень, то новости у нас пойдут. Текст пойдет в транскрипции. Я прочитаю текст, а потом его переведу. Ахшав, хадшот בעברית. Махшав, יש шлом בין ישראל ובחрейн. Бישראל אומרים, אנחנו רוצים шлом עם בחрейн. Гам בבחрейн אומרים, אנחנו רוצים шлом עם ישראל. Бегלל вирус корона, בישראל, בחגים, עושים сегер. Бесегер, הולכים רק חצי קילומטר מבית. Бישראל, היום, מאוד хам. А температура, 40. Кשה מאוד, בלי מזגן. ЗЭУ. И теперь я переведу. Ахшав, хадашот, ביиврит. Сейчас новости на иврите. Мэ Ахшав, יש шалом. Мы сказали, что Ахшав это сейчас. А Мэ Ахшав это с этого момента. Дословно от сейчас. С этого момента, с этого периода, с этого времени. Еш это есть. Шалом это мир. С этого момента есть мир. Бэйн Исраэль в Бахрейн. Между Израилем и Бахрейном. Бахрейн это название страны. В Персидском заливе. Остров. Бэйсраэль омрим. В Израиле говорят. Анахну руцим шалом им Бахрейн. Мы хотим мир с Бахрейном. Гам бы Бахрейн омрим. Так же и в Бахрейне говорят. Слово гам мы переводим как так же или так же и то же. По смыслу здесь мы переводим так же и. В Бахрейне говорят. Анахну руцим шалом им Исраэль. Мы хотим мир с Израилем. Следующее предложение. Бигляль это из-за. Бигляль вирус корона. Из-за вируса корона. Бэйсраэль. Бахагим осим сегер. В Израиле на праздники. Хаг это праздник. Хагим праздники. Бахагим получается дословно в праздники. Мы переведем как на праздники. В праздничный период. Осим делают. И сегер трудно объяснить одним словом что это. Это режим закрытия территории на выезд. То есть когда нельзя выходить за определенную зону. Тем кто там находится например живет. Что-то вроде блокады. Примерно так. Режим карантина. Запрет на выезд. Например из города. Или из микрорайона. И на иврите это называется сегер. Слово сейчас в Израиле очень популярно. Поэтому придется его запомнить. Бассегер. То есть в этом режиме карантина. Олхим. Рак. Хаци. Километр. Мибайт. Олхим. В единственном числе. Олег. Это идет. Иду. Идешь. А во множественном числе. Ходим. Идем. Ходите. Ходят. То есть мы по смыслу переводим. Переводим как примерно. Отходят. Уходят. Ходят. Рак. Это только. Ходят. Километр. Мы переведем как полкилометра. И слово ходят. Это будет пол. В словосочетаниях. Ходят. Километр. Полкилометра. Ми. Байт. От. Дома. Байт. Это дом. Ми. Байт. От. Дома. И я хочу предложить вам. Так как новости у нас учебные. Например. Слово ходи. Мы сразу же потренируемся его использовать с другими словами. То есть мы учим новости не просто чтобы слушать текст, а чтобы отрабатывать какие-то слова. Например. К слову ходи. Пол. Вы прибавите другие слова. Например. Рубль. У нас получится хацы рубль. Пол рубля. Или хацы шекель. Пол шекеля. Если йом это день. Хацы йом. Получится пол дня. Если дера. Это квартира. Хацы дера. Получится пол квартиры. Израиль. Исраэль. Я могу сказать хацы Исраэль. Пол Израиля. Или например Бахрейн у нас упоминался. Я скажу хацы Бахрейн. Получилось пол Бахрейна. И так далее. К любым словам мы можем это дело присоединять. И вы тренируетесь таким образом. Можете выразить мысль. Как определить половину чего-то. Бе Исраэль. Айом. Меод. Хам. В Израиле сегодня очень жарко. Слово йом это день. Айом это конкретный день сегодня. Айом это сегодня. Меод. Очень. Хам. Можем перевести как теплый. Жаркий. Или как наречие. Тепло. Жарко. По смыслу мы переводим как жарко. А температура. Температура. Я здесь забыл ударение отметить. Не на последнем слоге. Температура. Нам понятно без перевода это слово. И когда мы прибавили еще артикль А. Получилась конкретная температура. То есть имеется ввиду температура сегодня. Арбаим. Это на иврите 40. Температура 40. Каше меод. Каше меод. Тяжело очень. Мы можем поменять местами эти слова и сказать. Меод каше. Очень тяжело. Бли мозган. Бли это без. Мозган. Кондиционер. Каше меод бли мозган. Тяжело очень. Без кондиционера. И слово ЗЭУ. Это слово из разговорного иврита. Ну у нас новости как бы смешанные. Мы учим прежде всего разговорный иврит. ЗЭУ это все. Конец. Окончание. Как бы я все сказал. Или я все сделал. Конец. Закончили. ЗЭУ. Я надеюсь что это было не сложно и интересно. И на нашем канале я хочу всем еще раз объяснить. что мы предлагаем новости для изучающих иврит всех уровней. Поэтому для кого-то это было слишком просто. А кому-то это будет очень полезно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах. ЗЭУ.